Это у нас, у русских, врождённое. Мы любим задавать себе глобальные вопросы и мучиться их неразрешимостью. Но всё-таки, как же по-вашему жить и что делать? Да ты не торопись. Вообще же ничего не делать, всего лучше. По крайней мере, спокоен совестью, что ни в чём не участвовал. Слушайте, я всегда подозревал, что вы говорите всё это только так. А втайне про себя вы-то и есть фанатик какой-то высшей идеи. Ну, то просто стыдитесь признаться. Спасибо тебе, моя милая. Так в чём же великая мысль? Обратить камни в хлебы, накормить всех людей. Вот великая мысль. Самая великая? Очень великая, но второстепенная. А только в данный момент великая. Наездся человека, не вспомнит. Напротив, тотчас скажет, ну вот я наелся, а теперь что делать? Вопрос остаётся вековечно открытым. Этот разговор Версилова с подростком очень важен. Ну, а в чём же великая мысль? Ну, обратить камни в хлебы. Вот великая мысль. Самая великая? Нет, в заправду. Вы указали целый путь. Скажите же, самая великая? Прежде всего, надо решить, о чём эта сцена. А чтобы не ошибиться, пройти тот путь, который положено проходить от младенчества. То есть с момента, когда благовоспитанные люди открывают Евангелие, Новый Завет. Уже в четвёртой главе они обнаруживают дьяволовые искушения, которым подвергался Христос. И потом, на протяжении жизни, решают эту головоломку. Как превратить камни в хлеб? Каждый решает по-своему. Приходил Платоныч. Приходил прощаться. Грустный, как всегда, ворот распахнут. Выпили за Киев, только за флору. Я ему подсунул несколько его работ, напечатанных в Новом мире и переплетённых мной в одну книгу. Он сделал надписи. На титуле «Месяца во Франции» написал «Виво ла Франс, дорогой Олег». И потом добавил «Тебе нужно писать самому. Дневничок завести. Даже если нет времени, хотя бы конспективно. У тебя ведь есть одно преимущество. Все писатели сейчас, как правило, не блещут фантазией. Всё на уровне правдочки. А артисту чего-нибудь сочинить, нафантазировать, тьфу, ничего не стоит. У тебя язычок острый, точный». Всё начинается с барахтания на воде, пока не научишься плавать. Меня отец вывез на лодке до середины Волги и выбросил за борт, как щенка. Плыви, как знаешь. Я из воды долго не показывался. Потом выснулась фыркающая физиономия. Начались короткие истеричные взмахи рук. Мне было 4 года. Меня тоже учил плавать. Бросили в Карабихе. Пруд был с берега. Раскачали и кинули. Так учили плавать. Лёх, какой сегодня день? Какой? Я у тебя спрашиваю, какой сегодня день? Ну, воскресенье. Воскресенье, 11 октября. День рождения чей сегодня, Лёх? Ну? Сколько же вам, Алексей Алексеевич, стукнуло? Только не отбавлять. 62. Далеко за речкой солнышко садится. Только нам, подружки, дома не сидится. А пошло очень интересно. Был звонок телефонный. Звонит Олег Иванович. Неожиданно. Это уже он жил в Москве. Лев.